здравствуйте дорогие друзья продолжим недельную главу мишпатим очень сегодня углубимся точнее серьезный урок в удаизме есть вопросы которые можно ответы на которые можно найти только в кабале и вот комментарий к самой главной каблистической книге заар на нашу недельную главу мишпатим начинается следующими словами раби шимон сказал и вот законы которые изложишь перед ними такой порядок гильгули то есть вся наша недельная глава который рассказывает тому занял от того отдал тому передал какие-то законы говорят кабала что она вся говорит о гильгуле о возвращении душ в этот мир ибо законы означают суд души то есть что души вновь и вновь возвращаются в круговорот в этом мире и каждая осуждается в зависимости от того что она там понаделла что вообще такое гильгули нишамос круговорот душ это перевоплощение реинкарнации в иудаизме принято считать что после того как человек умер его душа поднимается на небесный суд там оценивать степень его проведенной жизни однако практически ни один человек не способен на должном уровне исполнить все заповеди в течение одной жизни конечно поэтому душа после суда возвращается в этот мир попадает другое тело чтобы выдать ему еще одно еще 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 и так далее это основа основа удаизма написано что тот кто не верит в реинкарнацию в воскресенье мертвых он вообще не верит в иудаизм и не знает что это такое что написано еще в этих в нашей недельной глава слова а вот законы которые ты разъяснишь комментирует на место книга зарп продолжает рассказывать нам что здесь тайны перевоплощения мы знаем очень много это написано что если человек нанес кому-то ущерб любой нам кажется небольшой там 100 шекелей не имеет значения если он нанес какой-то ущерб и не возместил ее в этом мире то души людей вернутся в этот мир они снова встретятся только на этот раз поменяется местами и вору все равно придется расплачиваться и когда вас с кем-то сводит судьба и кто-то у вас что-то забрал это круговорот жизни известно очень многое о том кто когда приходил были книги о том кто каждый человек как как родослован и так далее ну как примеры арабия кива известно что он является гильгуль перерождение одного из десяти братьев йосифа это исахара белам знаменитый подлец и негодяй был превоплощением лавана душа лавана переселилась в его тело есть очень интересный еще один вопрос порок шмой писал очень интересную вещь написано о нем очень интересная вещь что написано что арабия лизарба азария сказал и мне выгляжу в семидесятилетнем а ему было всего 18 это произошло когда его хотели назначить в 18-летнем возрасте настолько великий человек был главой санкидрином он пришел домой и говорит жене что ну посоветуй все я молодой как я буду руководить и произошло чудо его борода побелела и это было знаком что он может занять эту должность после этого он сказал интересные слова он сказал что выгляжу как 70 лет не все в порядке а возникает вопрос почему 70 почему не восьмидесяти почему не 60 почему 70 потому что аризали объяснял что рабе элизар были реинкарнация пророка шмуля который прожил 52 года если к этому прибавить 18 лет которые были было именно 70 что еще еще из главы тора нашей три раза в год пусть мужчины предстанут перед владыкой то есть нам заповедано представать три раза в год праздники суккот пейсах шалот перегалим так и называется приходить в иерусалим когда нет храма мы просто молимся и так далее даем за таку кушаем и так далее три раза в год человек предстает перед всевышним ему как бы говорит взгляни на меня приходит человек посмотри как я когда был жив хайм молочник великий каббалист я ему к нему приходил там раз в три месяца он смотрел как на лоб потом улыбался и говорил небо тобой довольна конечно это счастье когда есть такой человек известно что аризаль видел на лбу у человека всегда все грехи однажды к нему пришел его ученик и сказал ему учитель посмотри слушай у тебя на лбу две украденные монеты и тут шоке он побежал свою мастерскую не работали мастерская выложил кучу монет тогда и сказал каждый кто считает что ему что-то не дал пусть подойдет и возьмет подошла женщина и взяла она лучше других работала и когда рав галанти вернулся к аризалью тот как я вижу тебя все в порядке понимаете великие видят иначе вот теперь о чем самое главное здесь на какой вывод сделать а мы мы разве мы можем предстать перед всевышним и спросить посмотри на меня написано что сложно человеку вспомни свои дела и вот над этим надо работать чтобы мы могли предстать перед творцом встать и сказать посмотри ты видящий все посмотри на меня как я и он был улыбнулся вот это действительно результат прохавы от слаха